Сегодня у нас очень важная тема – это очищение организма. Сегодня мы с вами поговорим о инновационных решениях, таких целевых подходах. Мне самому очень интересно. Тема у нас будет «Здоровый кишечник». Конечно, очень полезный продукт. А что самолечением заниматься не стоит, а вот здоровьем, питанием заниматься стоит. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители и слушатели моего сайта, канала в YouTube и других источников информации. Сегодня у нас, как мы обещали, продолжение встречи с Ольгой Алексеевной Бутаковой по разным важным и интересным вопросам в плане здоровья, питания. Ну и, конечно, о том речь пойдет в том числе, как благодаря некоторым, подчеркиваю, очень важным и ценным препаратам Кораллового клуба можно почистить организм, напитать его необходимыми компонентами и вылечить определенные вполне конкретные болезни. И вот об этом будет у нас целый цикл передач, чтобы была не, как говорится, вода на киселе, а вполне конкретная методика, которую я буду дополнять какими-то природными компонентами в виде определенных трав, грибных препаратов. То есть мы с двух сторон подойдем к этому очень обширному вопросу. А сегодня у нас очень важная тема, очень важная, это очищение организма. И здесь есть уникальный пакет, целый набор, который Ольга Алексеевна мне сказала, что вот появился, так сказать, ну не так давно, такой интересный набор. Об этом сегодня будет речь, с интересной презентацией и подробным объяснением. Ольга Алексеевна, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, Илья Андреевич, рада с вами работать. И сегодня мы с вами поговорим о инновационных решениях, таких целевых подходах. И тема у нас будет очень интересная и для вас, и для меня, она будет называться «Здоровый кишечник». Потому что от здорового кишечника в принципе зависит здоровье организма. И поэтому мы предложили, как бы, ну практически, наверное, впервые в мире продавать продукт не банками, а программами, блистерами. То есть комплексом, синергией, взаимодействием внутренним. И сегодня мы расскажем про одну такую программу. И мне очень интересно ваше мнение, потому что мы пойдем, как мы обещали, параллельно. То есть мы будем, я буду говорить про БАДы, а вы будете говорить про питание, про продукты. И вот пользуясь теми астрономическими знаниями, которые у вас есть, и мы вот где-то на точке пересечемся. То есть мы идем как бы с разных сторон. Мне самому очень интересно, потому что я, дорогие друзья, обращусь к вам, к зрителям нашим, что тоже впервые сейчас буду слышать то, что Ольга Алексеевна будет рассказывать так же, как и вы впервые это будете слышать. И тем мне это тоже даже интереснее и заманчивее такое вот впереди у меня чувство, что я буду думать по этому поводу. Отлично, начинай. Значит, смотрите, начнем с того, что если человек хочет быть здоровым, есть очень много вопросов. Вот на первом слайде мы видим вопросы, которые нам задают люди. Что такое здоровье? Можно ли самостоятельно заниматься? Что такое болезнь? Можно ли заниматься самолечением? Так вот я бы сказала так, что самолечением заниматься не стоит, а вот здоровьем, питанием заниматься стоит. Нужно ли обращаться к врачам? Ну, если вы заболели, то, вероятно, нужно. Но нам нужно будет застать это все еще в стадии профилактики с вами, потому что вы специалист по питанию, я специалист по, скажем так, по обогащенному питанию, да? И мы постараемся, чтобы люди застали свою болезнь в самом начале, чтобы она их не застала врасплох. Поэтому я хочу сказать, от чего зависит здоровье. Вот, Юрий Андреевич, у меня всегда была мечта создать технологию здоровья. Я думаю, у вас тоже эта мечта есть по питанию, да? И я как врач скажу, как ставятся диагнозы. У нас 3000 причин, 12 групп диагнозов. Причем они действуют попеременно, комплексно и одновременно на человека. У нас более 100 симптомов, они тоже действуют попеременно, одновременно, последовательно, заканчиваются, начинаются. Объединяются они в синдромы, то есть различные, там, желудочно-кишечные и так далее. Ты более 100 различных диагностиков, диагностик и 1069 диагнозов. То есть представьте себе, что в медицине существует 1069 технологий, на которые имеется лечение, да? Но дело в том, что диагноз ставится неправильно в большинстве случаев, и поэтому технология не срабатывает. И вот я думаю, что мы с вами в состоянии, пройдя такой огромный путь, сделать единственную технологию, которая будет называться технология здоровья. И вот я вас приглашаю в это увлекательное путешествие, потому что она будет как бы, ну, инвариантная, универсальная для человеческого вида, как для гомосапии. Буквально один момент такой ставлю от себя для наших зрителей, чтобы просто понимать на так простом примере, чтобы люди поняли, о чем мы говорим. Вот я приведу такой пример. Очень часто диагноз или констатацию, вернее, факта, вот врачи ставят, что, например, железо низкое или там анемию ставят. Но если при этом врач вообще не понимает, каковы причины могут быть и даже не гонят своего пациента срочно сдавать анализы на паразитов, а они вполне могут вызвать эти как раз. И, как правило, вызывают низкое содержание железа, так сказать, и так далее, анемии, различные, железодефицитный анемии. То этот диагноз не может быть действителен, потому что врач даже не предположил, основную из причин не, так сказать, не проверил этот вариант возможный. То есть, поэтому мы просто должны знать, что от чего может быть. И, как правило, так сказать, очень это складывается в несколько таких параллельных вариаций, которые мы можем рассказать. И люди просто будут знать, на что даже самим, как говорится, обратить внимание, на что попросить врача даже провериться. И вот поэтому, смотрите, я предлагаю уйти на шаг назад. То есть, я предлагаю уйти на константные процессы, которые протекают в здоровом организме и которые обеспечивают качественную работу всех органов и систем в постоянно меняющихся внутренних условиях. И, собственно, их мы будем регулировать питанием. Согласны? Да, да, да. Согласны. Двигаемся дальше. Итак, что мы можем предложить? Мы можем предложить человеку здоровый образ жизни. В чем он будет заключаться? Простые действия – очищение всеми доступными способами, лучше природными, питание – общее, натуральное, вегетарианское, любое, оптимальное, которое мы с вами, так сказать, сможем разработать, движение для того, чтобы все это проникло в клетки, ну и, естественно, защиту. Вот эти вот четыре действия, способа – это и будет называться здоровый образ жизни, потому что все остальное – это будет как бы внутри этих способов. И поэтому мы решили, Академия здоровья решила разработать практически годовую программу. И эта годовая программа – это пошаговый алгоритм. Я сейчас ее не буду касаться, потому что на самом деле тут вложен очень глубокий медицинский такой, медицинское, скажем так, понимание, мышление врача, да. И мы потом познакомим, мы пойдем по этой годовой программе. И первый шаг у нас будет первичное очищение организма или здоровый кишечник. А вот те процессы, на которые я планирую обращать внимание. Итак, первый процесс – кислород каждой клетки. Нам надо это отбалансировать. Второй процесс – оптимальный водный баланс каждой клетки. Третий процесс – оптимальный кислотно-щелочной баланс. Четвертый процесс – активность метаболических и других ферментов. Пятый процесс – процессы освобождения энергии симбиотической флорой. Мы потом с вами об этом подробно поговорим. Седьмой процесс – оптимальная скорость прохождения импульса по нейронам, потому что иначе центральная нервная система отключится. Ну, безусловно, безопасные дозы биоинтоксикации, наличие 47 незаметивых питательных веществ, поддержание гормонов, содружественная работа пяти выделительных систем, качественные показатели крови и синтез соединительной ткани. Вот я из всей медицины выделила процессы жизненно важные, которые идеально текут в здоровом организме. Но в больном организме эти процессы нарушены, перепутаны, разрушены и так далее. И поэтому мы предлагаем первый шаг, который сделать в здоровье организма – это очищение, первичное очищение организма или работа здорового кишечника. Мы разработали Food Cleanse технологию детокса, но, собственно, мы разработали ее при помощи БАДов. А вот, так сказать, основная часть при помощи продуктов – это ваша прерогатива, да? Это системная биотехнология очищения организма при помощи продуктов питания и биологически активных добавок. Я всегда буду идти к вам в добавку, потому что основное поле деятельности, Юрий Андреевич, это ваше поле, да? Там должно быть и аква-детокс, и энзим-детокс, и файбер-детокс, и абсорб-детокс, и минерал-детокс, и витамин-детокс, и спецфункционал всякий, паразитарки, и фуд-детокс, и пробиотик, и паразит-клининг-детокс, да? То есть вот эта вот программа, она должна быть достаточно мощная, но первый вступительный акт всегда будет еда, и мы сейчас к этому перейдем. Главная у нас пищеварительная система, в ней толстый кишечник, печень, тонкий кишечник, далее вступает мочевыделительная система, почки, мочевой пузырь, далее кожа. Это три главных выделительных системы, которые работают в режиме нон-стоп, не прекращая, с рождения до последнего вдоха, да? Но у нас есть запасные еще системы, бронхолегочная и лимфатическая, то есть они включаются на тех этапах, когда уже основные системы перегружены, либо не работают, либо плохо работают. И хочется предложить миру новую технологию. Вот в чем она заключается, Юрий Андреевич, посмотрите. Первое, продукты питания, и 80% нагрузки возьмут они, 5% возьмут специи, 5% возьмут травы, 10% БАДы, все остальное будет химия. Мне хочется, чтобы мы не были простыми, ну условно говоря, торговцами-БАДами, да? Потому что это не имеет никакого глобального там генетического или там планетарного смысла. Мне хочется, чтобы мы с вами вместе дали людям технологию именно продуктов питания, специй и трав. И при невозможности получения этих продуктов, чтобы они могли пользоваться сухими, обогащенными продуктами. Потому что на самом деле еда это вкусно, это интересно, это радостно. И давайте поговорим об этом. Вот согласны ли вы с этим рейтингом и какие продукты, на ваш взгляд, являются важными, нужными именно для здорового кишечника? Именно вот, ну вы можете свои говорить, вы можете говорить те, которых здесь нету, потому что я их внесу по вашему первому требованию. Мы видели этот процесс вот так вот. Ну что ж, я скажу так, что, конечно, главное, когда мы говорим о непостоянном ежедневном уже питании, но относительно здорового человека, потому что здесь есть разные системы питания. И очень, кстати, хорошие достижения у так называемых фрукторианцев, которые переходят только на питание вообще плодами, то есть фруктами. Например, есть такой известный, у меня всегда очень плохая память на фамилии, но у меня это есть в интернете и в блоге моем на канале, могут люди посмотреть, наш он русский, но живет в Америке. Вот он внесен в книгу Гиннесса как сверхмарафонец, он за 12 часов, по-моему, 187 километров пробежал. То есть вот, потому что там принципиально другие возможности организма, выносливость на фруктоедение, потому что это чистая энергия, это, так сказать, свободные электроны в достаточном количестве, ОВП в свежих фруктах, как говорится, отрицательные всегда. Но, скажу так, вот при, когда человек очищает свой организм, когда у него есть проблемы, особенно с ЖКТ, крайне важны овощи и зелень, и поэтому правильно, что здесь вот самая большая группа овощей и зелени, здесь самое интересное что? Свекла, морковь. Свекольный морковный сок, когда мы берем 70%, ну, сначала по 50, 50 свекольного, 50 морковного сока и пьем, а еще лучше, процентов 20 сельдереевого добавить свежевыжатого сока, это великолепная очищающая такая вот, как бы, композиция. Это еще в свое время великий Норма Нокер подметил и давал такие рекомендации. Для болезни органов ЖКТ очень хорош картофельный сок, свежевыжатый, разумеется, я подчеркиваю это, капустный. Вот, но при очень серьезных, даже есть такие методики лечения из старой еще медицины, когда, допустим, даже полипоз, когда полипы кишечника, даже в множественном числе это полипоз, вот лечат благодаря, например, свежевыжатому по 30 миллилитров два раза в день корню лопуха берется не более чем двухлетний, не старый корень, а молодой, чтобы было много сока, и вот он пьется, даже вплоть до онкологии люди вылечивали. Вот такое, ну тут нужна конкретика, я пока вкратце, у нас же очень ограничено время. Очень полезная черная редька, брокколи это противораковые там вещества есть, конечно, все зеленое это много хлорофилла, а хлорофилл это еще кроветворные функции, и поэтому сок проростка пшеницы, я бы сюда добавил, чего нету, это проростки. То есть, именно не когда в семечке в спящем содержатся вещества, а вот когда они пробуждаются, происходят такие чудесные преобразования, когда, например, витамина С, ну скажем, в кунжутном семечке, на четвертый день становится в два прорастания, на четвертый-пятый день становится в 20 раз больше, чем в спящем, представляете? И вот эти сложные соединения, сложные углеводы, крахмалы распадаются на более простые, более удобоваримые, тут уже можно не бояться глютена, тут уже можно не бояться, у кого есть нарушено пищеварение, проростки всем полезны, они нарушают, то есть, они как бы предотвращают нарушение вообще работы ЖКТ, и, в частности, являются очень мощными антиоксидантами, они содержат много минералов и так далее, главное их комбинировать. Я советую всегда комбинировать проростки кунжута, мака и немножко иногда амаранта, хотя бы раза три в неделю по две столовые ложечки пророщенных семян амаранта. Ну а для понятия физической силы, чтобы, так сказать, мышцы нарастали и так далее, великолепное будет такое средство одного французского в свое время доктора. Лет 200 назад он рецепт этот предложил, а жили тогда во Франции, я подчеркиваю, не в России, действительно мало, и 40 и 50 лет он 120 прожил. Вот, он проращивал зерна голозерного овса, ну, который без шелухи, и в ступке, ну, сейчас можно в блендере, а раньше в ступке. И вот это в виде кашицы была основная часть питания, остальное это, ну, как сказать, для баловства, для утворения вкусовых пристрастий, это огромное дело, скажу вам, на этом можно мышцы наращивать, растить. Ну, поэтому зелень капуста, квашеная капуста, я бы сказал, потому что она уже частично ферментированная бактериями, а значит клетчатка, которая является пищей для бактерий, как раз в процессе жизнедеятельности этих бактерий, расщепляется в том числе до аминокислот, они выделяют все аминокислоты, в том числе, это, кстати, очень белковый продукт, квашеная капуста, кто бы как ни думал, в исходном сырье мало белка, но вот бактерии-то синтезируют аминокислоты, вот в чем дело. Согласна, абсолютно с вами, абсолютно. И смотрите, вот мы как бы предложили, мы ведь только начинаем работать, мы предложили как бы вот этот перечень, я рада, что вы с ним приблизительно согласны, конечно, мы его с вами еще проработаем. И мы составили рейтинг из 24 продуктов, и, как вы точно сказали, на первое место вышла морковь, да. И обратите внимание, кстати, ботва свеклы появилась, то есть мы ведь провели исследования крупномасштабные, мы брали количество веществ, полезных, витаминов, минералов, и в экселевской таблице отсекали, значит, все то, что нам не нужно, там, ну, мясные продукты, еще какие-то, и получился вот такой вот рейтинг. 6-7, там, вот эти цифры говорят о том, что 6 полезных действий, 6 витаминов, 5 там каких-то, и на самом деле, действительно, тут и шпинат, и горчица, и спаржа, и мангольд, и брокколи, безусловно. Это вот как раз те продукты, которые вы сходу отметили, да. И спаржа, конечно, тут и кремний, и мангольд очень полезный. Ну, в общем, прекрасный набор, очень хороший набор. Да, теперь, это еще интереснее, 12 специй, способствующих очищению, 14 слайд, да? Вот обратите внимание, прокомментируйте, пожалуйста, что-то из своей, так сказать, области. Как вы к этому относитесь, к специям, которые способствуют очищению? Прекрасно, во-первых, конечно, если с конца начать, потому что я, ну, тот же чеснок, конечно, одно из лучших желчегонных средств, и это прекрасно, и при противо, когда паразитарно идет у нас очистка, это хорошо, потому что нельзя, чтобы желчь заставилась, и печень должна ее свободно выбрасывать, так сказать. И это антивирусное средство, и, кстати, я скажу, что и хрен, и, конечно, имбирь, и лук, это все то, что можно и нужно применять, и не только, когда человек болеет, но и в качестве профилактики, это прекрасные средства. И несмотря на то, что некоторые люди считают, что по Айурведе это, так сказать, такие средства уменьшают, скажем, нарушают, или как-то препятствуют там мозговой деятельности, или развитию вот этого, так скажем, умения причинно-следственными связями мыслить, и это неправильно, совершенно никто это никогда, и даже из самых великих ученых, не замечал на себе, то есть, но зато антивирусное, антигрибковое, антивиобактериальное средство, да, они обладают. Но куркума вообще, как правильно, вот противомикробная, я даже более того скажу, она еще, есть очень хорошие полученные результаты применения куркумы, конечно, в общей системе, в комплексной, при лечении онкологии, кстати. Да, вот, значит, я смотрю тут, это хорошая подборка, действительно, корица, имбирь, да, прекрасно. Вот, то есть, мы рекомендуем, чтобы человек, который решил стать здоровым, начинал с очищения организма, и поэтому, если те продукты присоединить к этим специям, сдобрить, и на следующем слайде вы увидите еще на пятнадцатом 12 трав, которые будут способствовать, обратите внимание, то эффект усилится, потому что народная медицина, традиционная медицина, она знала уже все эти детали еще и раньше. Что вы по правам скажете? Более того, тут есть травы, которые, большую часть которых можно применять, просто постоянно чередуя одни с другими, например, с иван-чаем. Взять за основу тот самый кипрей, иван-чай, прекраснейший, не нужны никакие импортные чаи, наш самый лучший. В него добавлять, действительно, вот лист брусники для почек прекрасен, смородины, липовый цвет, и щелистник, это просто можно, что называется, каждый день. А вот такие травы, например, как, не вижу, единственное тут, так, ну ладно, вот полынь, например. А вы расскажите то, что чего здесь нету, мы добавим, потому что я не специалист по травам, я специалист по биологически активным добавкам. То есть специалист по травам это вы. Да, я бы с травами немножко поаккуратней, то есть в каком плане? Вот есть общие укрепляющие травы, я скажу, и кое-что сейчас добавлю, например, зверобой я бы добавил, да? Вот, но это травы, которые все-таки в той или иной, вот мята, это все можно добавлять в той или иной комбинации практически, ну, с чаем, с тем же, или просто отдельно в термосе, с шиповником. Но вот есть травы специфические, их очень много, которые, конечно, нужно при конкретных заболеваниях или конкретных группах заболевания. То есть аккуратно это нельзя вот просто так рекомендовать. Вот, поэтому, ну, я вижу, что, вот, например, вот, например, комбинация зверобоя липового цвета, мяты, предположим, брусники листьев, конечно, смородины, великолепные, березовых, я бы еще сказал, молодых листиков, вот если добавить, просто мало кто оделает, мало кто знает про это. Это очень хорошая комбинация такого общего укрепляющего чая, который, к тому же, будет укреплять, допустим, почки и, кстати, так сказать, и иметь, если с зверобоем, еще антибактериальные свойства очень хорошие. Вот после бани, например, очень хорошо ли брусничные листья, то есть вот иван-чай с брусникой только, например, кстати, брусничную воду использовать, которая очень просто делается, берется ягода, замороженные даже можно, брусники, оно свежее или замороженное, в банку, в трехлитровую, кладется половина банки, там полтора килограмма, а потом доливается вода, хорошая, конечно, качественная, можно дистиллированную, обратный осмос после подойдет. Она стоит в тепле сутки, а потом 2-3 дня в холодильнике, она становится розовой, вот эту воду пить, а потом не надо выливать, еще раз добавить, еще до 8 раз, пока розовый цвет будет воды. Уникальные очистительные свойства, и для почек это номер один, ничего лучше просто нет. Вот это я советую, особенно после бани, после бани категорически, некоторые люди разные на нас могут смотреть, никакого алкоголя, это просто преступно перед собой и смертельно опасно. А вот брусничная вода только пользу принесет, и, кстати, и на лимфу будет, и на выделение спотовых желез будет лучше влиять, яды, токсины лучше будут отходить. Замечательно. То есть, смотрите, мы говорим, человек хочет быть здоровым, правильно питайтесь, добавляйте специи, добавляйте травы безопасные, добавляйте какие-то, так сказать, комплексы из специй, трав и еды. Но этому всему надо очень долго учиться, Юрий Андреевич. Извините, знаете, а то забуду очень важную вещь, а нам люди скажут, ну что же конкретно. А вот конкретно, вот прекрасный салат, ну овощной, например, вот смотрите, прям авокадо, ну потому что, конечно, очень полезный продукт, жирные кислоты, витамин Е, понятно. Вот авокадо, например, для веганов, сырая, для любого человека он будет вкусен. Смотрите, туда зелень, можно укроп, петрушку, кинзу, ну любисток, у кого что есть. Потом, ну огурцы. Конечно, лучше томаты с огурцами не смешивать, ну это долгая история, почему. Ну допустим, ладно, огурцы с помидорами, лука немножко. И вот это все, вот это все, можно сделать прекрасную приправу. Ну по-русски она хренодерка называется. То есть берется хрен, размалывается, томаты, ну берется сладкий там красный перец, в небольшой пропорции 5% от общего объема. Гималайская соль, например, любая другая каменная соль, желательно, не поваренная, конечно же. Вот, и по вкусу. И получается, и чеснок, и получается великолепный соус, который является противомикробным, противовирусным средством. Если в простудной заболевании поесть такой соус, либо салат, то очищаются гайморовы пазухи. Легче высморкаться. Ну и защита от вирусных заболеваний. То есть вот это прекрасный вариант, и вкусно, и полезно. К примеру, такой можно порекомендовать. Ну и масло, конечно, если масло самое лучшее, конечно, органовое. Но оно дорогое и ценное, особенно если это сырого холодного отжима. А так льняное, где соотношение омега-3 к омега-6 жирным кислотам идеальное, это льняное масло на втором месте. Это кунжутное масло. Ну и, конечно, и для вкуса, и тоже полезные такие, как, например, из кедрового ореха масло, ну или там черного тмина, но это уже специфическое лечебное. А для быта каждый день это льняное, прекрасное льняное масло холодного отжима. Хорошее масло. Не должно горчить льняное. Скажу вам сразу. Только в стекле должно быть. Только холодного отжима и правильное хранение. И поэтому неправы те, кто говорит, что масло в тепле надо хранить. Чем ниже температура, ну, конечно, до нуля, не ниже, тем окислительные процессы замедляются. И поэтому очень хорошо хранить в холодильнике. Но вот льняное это и дешевое относительно других более ценных масел и очень полезное. Я помню до сих пор с трепетом ваш холодильник, в который вы меня приглашали в гости и угощали горлодером. На самом деле это неизгладимое впечатление. Я набрала тогда этого горлодера прямо вот ела, 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 ела. На самом деле с любовью приготовленные качественные продукты. Я помню ваши яблоки и ваши груши. Ну, то есть невероятное все что-то такое, да. Но единственное, что вы, конечно, имеете доступ к самым лучшим продуктам мира и сами их выращиваете еще плюс к этому, да. То есть, конечно, человеку сложно будет в магазинах взять чистый, качественный продукт. Вот об этом мы должны обязательно предупредить. Конечно, мы будем раз... И поэтому все-таки я занимаюсь как эксперт биологически активными добавками. Мы поставим сейчас 16-й слайд и на нем мы увидим биологически активные, просто коллекцию добавок, которые мы используем для очищения. Суперфлора – это пробиотики. Дигистейбл – это растительные ферменты. Это продукты кораллового клуба. И, так сказать, мы их объединили. Вы сейчас увидите, каким хитрым образом. Допустим, кора муравьиного дерева – это кора дерева, которая обладает антисептическим, очень хорошим действием. Коралловый артишок, то есть артишок с расторопшей. Это одновременно и пищевое, и еще плюс расторопшая трава. Коралл-бурдок-рут – это корень лопуха, вот тот, про который вы говорили, и который можно было бы использовать. У меня, кстати, с бабушкой, с моей, с мамой, был такой случай. Я ей предложила использовать наши капсулы с коралл-бурдок-рутом, и сказала, что это лопух. Мне не надо было говорить слово лопух, но тут же она возбудилась и говорит, у нас полная дача лопуха, давай мы с тобой выкопаем корни, засушим, намелем, намолим, заварим. Я не стала с ней спорить, говорю, давай. Ну, мы начали с ней копать эти корни лопуха, но это невероятная совершенно вещь. Сизипов труд такой, во-первых, он жесткий, он огромный этот корень, да? После того, как мы попытались, иногда, ладно, неси капсулы, что там уже будем делать, да? Потому что, как бы, ну, не имеем мы таких вот навыков выкапывания корней. Обязательно это микрогидрин, серо или H500, H-500. Коралл-майн, коралловая вода. Я сейчас покажу, как это в программе. Фандетокс – это новый вот этот вот продукт. Если наши зрители захотят, они зайдут на сайт Кораллового клуба. В конце я скажу, и сейчас вот скажу, дорогие друзья, вот у меня в моем блоге youforallov.blog, ссылочку дам прямо под видео, вы можете прямо по ссылочке перейти на страничку, где вы можете зарегистрироваться на том самом настоящем, правильном сайте Кораллового клуба, не поддельного, а настоящего. И более того, вы зарегистрировавшись, станете членом Кораллового клуба, будете получать просто 20% скидку от обычной розничной цене, то есть у вас будет клубная цена. Она выгодная, это хорошая экономия средств. Ну и как это сделать, еще раз говорю, будет прямо под этим видео на YouTube. Зайдете, если вы не на YouTube, сейчас просматриваете данные, нашу запись, зайдите на YouTube, перейдите, и там будет написано еще под видео, большими буквами посерединке внизу экрана, нажимаете еще и попадая, открываются ссылочки, вы переходите. Ольга Алексеевна, вы только, пожалуйста, расскажите, как правильно это в течение... Подождите, вы же еще не дошли до главного. Хорошо. Значит, смотрите, мы никому ничего не навязываем. Мы даем все честно. Кто хочет продукты, кто хочет, добавляет специи, кто хочет, добавляет травы, мы будем этому обучать бесконечно. Но есть люди, у которых мало времени, мало доступа, мало знаний по продуктам, по специям, по травам, они не знают противопоказаний. Тогда этим людям мы можем предложить уже как бы умные продукты, уже дозированные, уже подготовленные. Ту же солодку, тот же лицетин, ту же клетчатку, те же ферменты. Вот на следующем слайде, на 17-м, вы сейчас увидите, как выглядит эта коробка. Посмотрите. То есть, эта коробка, месяц употребления продукта, она включает в себя 19 лучших продуктов кораллового клуба. К ней через несколько дней выходит книга на 80 листов. То есть, я даже, ну как бы, усадила себя, и мы написали книгу, потому что я считаю, что этап очищения кишечника проскакивать нельзя. Это очень важная тема. На 18-м слайде, на следующем, мы увидим, что входит. Вот обратите внимание. 19 продуктов, 15 витаминов, 26 различных растительных компонентов, пробиотики, 8 ферментов, таурин, карнитин, 11 минералов, лецитин. Здесь входит коллекция лучшая из продуктов кораллового клуба. Вот слева на слайде вы видите, как бы, лейбочки такие. Вот это опознавательные знаки наших продуктов. И входит комбинация 24 на 7. Входит черный орех, входит слабительная трава Каскара Саграда, входит коралл магний, минерал, входит заферан, это куркума, входит сера МСМ, входит коралловый кальций, входит коралл люцерна, входит карнитин, таурин, входит лицитин, и еще, так сказать, несколько продуктов. Вот на 19 слайде мы посмотрим, как это делится на этапы. То есть первый этап, второй этап, третий этап. В чем они заключаются? Первое, это идет очищение кишечника. Люди употребляют коралл майн, суперфлору, папайю, это растительный фермент, коралл люцерну, альфа-альфа, коралл лицетин, это соевый лицетин, в капсулах великолепного качества, коралл карнитин, куркуму в виде заферана, коралл бурдок, это лопух, Каскара Саграда, слабительная трава, и листья черного ореха. И первый этап имеет целью провести противопаразитарное очищение организма. И по результатам уже очень серьезные исследования, мы уже провели, мы не сразу просто сложили, а сначала мы прошли несколько лет испытаний, и уже начинают выделяться паразиты, причем в живом виде, и люди просто в шоке, потому что ферменты подготавливают, Каскара Саграда послабляющие действия, бурдок стимулирует печень почки, куркума действует противовоспалительно на печень, на желчные протоки, листья черного ореха антигельметик, люцерна – это витамины-минералы, лецитин – это желчегонный витаминный продукт, витамины группы В, и карнитин – это витаминоподобное вещество, которое дает организму энергию. Человек пьет просто по одной капсуле, там три раза, в книге все написано, в коробке все написано, и переходит к следующему этапу. На 21 слайде мы увидим следующий этап, второй этап. И здесь уже абсолютно другие продукты. Здесь коралл-артишок – это люцерна с расторопшей, ассимилятор – это более сильный фермент, коралл-лицитин, акваокс – мы в конце дадим глоссарий, и вы на презентации можете прямо вывесить презентацию, чтобы человек мог подробно ознакомиться с этими продуктами. Я думаю, что мы в живом эфире не будем занимать время, потому что все люди грамотные, умеют читать. И на ночь употребляет человек коралл-магний и куркуму. Второй этап имеет в себе цель очищения печени, и все время пьется коралл-майн, то есть все время пьется щелочная живая минеральная вода, вот эта минерализованная. Следующий слайд, 22-й, это третий этап у нас будет, и это уже совершенно другая история, это восстановление. Идет опять же суперфлора, папайя, комплекс 24 на 7, 24 на 7 это 24 часа 7 дней, в неделю идет поддержка витаминами. Включается аминокислота таурин, омега-3,60 ее можно убрать, она для вегетарианцев не подходит, потому что это как бы экозапентоеновые кислоты, омега-3 жирные. Кто не использует, они просто этот блистер, ну дарят тому, кто не является вегетарианцем, просто убирают. Коралл-люцерн, опять же, идет заферан, это куркума, коралл-магний, спирулина подключается, и сера с биотином, то есть это мощнейший-мощнейший комплекс минералов, витаминов, ферментов, и он действует одновременно. Стоимость этой программы, если бы она была в банках, она бы стоила 40 тысяч рублей, но в блистерах она стоит 4 тысячи рублей, 4 400, то есть это очень демократичная цена, потому что это 120 рублей в день получается. Это на 3 месяца? На месяц это. А, на месяц. На месяц. Каждый этап длится 10 дней. Но дело в том, что, смотрите, если бы мы такой ассортимент взяли в банках, то это было бы, скажем так, это было бы 19 банок, 19 банок, а 19 банок это была бы стоимость, ну, очень значительная. Поэтому человек, вот, ну, смотрите, на коробочке написано, например, суперфлора, употреблять одну капсулу один раз в день. То есть дозировка ее такова, что бифидум и лактобациллы употребляются вот именно одну капсулу в день, но в баночке 100 капсул, да, и поэтому человек покупает как бы трехмесячный запас. Но мы посчитали, что в условиях кризиса мы должны дать людям какое-то альтернативное решение для того, чтобы они могли сэкономить на этом, потому что на самом деле деньги сейчас, ну, как бы всем нужны, они тяжело зарабатываются, и поэтому человек в этой программе берет ровно 30 капсул суперфлоры, ровно, допустим, 30 капсул той же куркумы, потому что в баночку входит опять 100 капсул, это трехмесячный запас, да, поэтому вот за счет оптимизации внутренней логистики этой программы мы резко снизили ее стоимость. И это говорит о том, что мы в самые такие трудные времена мы заботимся о клиентах. Кстати, эту программу можно выпить на двоих человек, тогда она будет не по 30 дней, а по 15 дней. Эту программу можно взять на троих человек, например, на мать, на отца, мать и ребенка, тогда она просто будет не 30 дней, а 10 дней, да? Ну, это маловато, конечно, лучше 3, но лучше 5 дней. 10 дней лучше, чем ничего? Да, но опять-таки, те же паразиты, там есть цикл, поэтому как бы тут месячный цикл. Ну, согласна, согласна, но дело в том, что человек потом через 10 дней может следующую такую же программу взять, да? Это если он так захочет распределиться финансами. Да, я говорю по финансам, то есть у меня все время, меня все время волнует вопрос, я как адвокат наших с вами слушателей и читателей, и людей, которые, имея ограниченное количество средств, хотят быть здоровыми все-таки, да? И в результате мы получаем вот такой вот мощный достаточно комплекс. И, безусловно, этот комплекс, он, ну, во-первых, безопасный, во-вторых, он очень, так сказать, мягко щадящий, в-третьих, он полноценный, каждый продукт усиливает другой, между ними не существует никакого антагонизма. На ночь пьются слабительные, расслабляющие, успокаивающие, желчегонные, утром пьются бодрящие, взаимодействующие, усиливающие энергетику, и так целые 30 дней человек получает, безусловно, вот эту поддержку. И тут же питьевой режим. То есть утром мы рекомендуем выпить 3 стакана коралловой воды, и человек получает в каждый, так сказать, этап по 10 пакетиков коралл майна. То есть это очень хорошее предложение, ну, просто невероятное, потому что один пакетик на одного человека это та норма, которую он может получить. У нас, я к презентации, скажем так, сделала все 19 слайдов, которые описывают каждый продукт. Но мне не хотелось бы тратить на это время, потому что все наши люди грамотные, все они умеют читать. Сделайте, пожалуйста, следующий слайд. 23. Значит, это будет выглядеть, например, оптимизация водного баланса. 24. Конкретно про коралл майн. 25. Конкретно про коралл магний. То есть вот в таком режиме мы эту презентацию вам передадим, чтобы вы могли рядом с вебинаром повесить, так сказать, презентацию, чтобы люди посмотрели, что туда входит. А мне это время, которое небольшое, которое у нас с вами осталось, хотелось бы использовать на то, чтобы вы поделились своим мнением, как вы считаете, насколько вот состояние микробиоты кишечника, насколько состояние присутствия ферментов, ферментов, клетчатки, сорбентов полезно вообще целому организму. И давайте поговорим с вами о том, какова все-таки роль кишечника в деле здоровья организма. Да, ну давайте. Конечно, если говорить нам подробно по этой теме, это надо часа четыре в таком темпе, это хотя бы. Но если совсем кратко, понятно, что пищеварение начинается у нас в ротовой полости и заканчивается уже прямой кишкой. Но, конечно, кишечник – это основа здоровья, потому что именно в кишечник, именно в 12-перстную кишку у нас, например, впадает общий желчный проток, который еще до своего впадения соединяется с панкреатическим протоком и из поджелудочной железы выделяются ряд важных продуктов, в том числе три основных, например, фермента, то есть это, соответственно, амилаза, липаза и трепсин – те самые ферменты, которые расщепляют и дорасщепляют уже в кишечнике, после желудка, конечно, расщепляют белки на уже, ну, вернее, полипептидные цепочки до таких аминокислот, то есть до мономеров, естественно, до самых простых углеводов, глюкозы, фруктозы и, соответственно, жиров, и, конечно, благодаря печени, а именно и вот желчи, все это такой сложный механизм. Более того, есть еще то, что раньше никто, и медики даже, многие не знают, а даже некоторые до сих пор не знают, что оказывается, есть еще пристеночное пищеварение, это комплекс своих ферментов и гормонов, оказывается, которые выделяют сами вот складки, слизистые кишечника. Это еще и академик уголев в свое время, академик медицинских, академии наук, который тоже теорию адекватного питания создавает, так сказать, вот он вел науку понять автолиз или аутолиз, самопереваривание пищи, если пища живая, не подверглась термообработке, если внутренние ферменты в растительной пище, вот в этих лизосомах, таких ферментах, там содержатся, скажем так, ферменты внутренние, которые способны, когда человек откусывает яблоко, предположим, сок течет, вот эти как раз цитоплазма вместе с этими ферментами способна самопереварить эту пищу с почти минимальными, почти нулевыми затратами энергии и наших родных ферментов, сохраняя нам ресурсы и запасы жизни, сохраняя ресурсы и работу поджелудочной железы и так далее, и так далее. Вот что такое на самом деле живое питание совсем кратко. Поэтому, конечно, кишечник здесь ему принадлежит огромная главная роль, толстый кишечник, так это вообще еще и наша энергетическая станция организма, которая теплом снабжает моментально, как говорится, кровь, и нагревается общее у нас вот тело, даже в морозы многие люди могут ходить, что называется, в рубашках натренированные, у кого очень хорошо, слаженно работает система ЖКТ. Я хочу добавить немножечко, что сейчас Всемирная Организация Здравоохранения выделила еще один орган у человека, и она назвала его микробиота кишечника или микробиом, и вот эти 2-3 килограмма полезных бактерий, которых около 1000 оказалось, я знала, я могу перечислить ну 20-30 штаммов, а так как их около 1000, и они внутри с собой взаимосвязаны, у них у каждого своя зона обитания, они каждый работают на отдельный продукт по расщеплению, причем они работают после того, как поработали уже ферментеры, и вот оказывается, для меня это было, кстати, полной неожиданностью, что именно бактерии и ферменты в синергии выделяют из питания вот эту вот энергию, электроны вот эти вот, как бы, уже не знаю, в каком виде связанные или свободные, и клетки кишечника, они улавливают именно эти электронные потоки, те, которые спускают вот, собственно, это микробиота, то есть на самом деле, еще учесть, что если что в кишечнике существует третья энтеральная нервная система или вторая, как ее называют, второй мозг, да, энтеральный, что 500 миллионов нейронов находятся под слизистой оболочкой кишечника и ведут себя абсолютно независимо, то есть не подчиняется мозгу, человек лежит в коме, а пищеварение пристеночное, вот то, о котором вы упомянули, идет полным ходом, то есть работает таможня, просачивается только нужные аминокислоты, заменимые, незаменимые, только филатные формы витаминов, минералов, все остальное, синтетическое, отравленное, не просачивается и работает, так сказать, на выброс, связывается, коагулируется, выбрасывается, для меня было откровением, что стенка кишечника живет трое суток всего клетки пограничного слоя, и что через трое суток они слущиваются чулком, и поэтому, так как мы говорим, что прилипнуть к стенкам кишечника ничего не может, потому что они постоянно умирают, отмирают и выходят вместе с калом, но оказывается, дивертикулы, полипы, различные грибковые такие инкрустации, особенно кандида, и не только кандида, токсическое воздействие каловых масс, которые сейчас ядовитые практически, если человек, положить выделение человека на линолеум, на нем образуются ну просто практически нестираемые пятна, потому что там содержатся очень токсические соединения, все это, конечно, нарушает наш организм, и кишечник становится дырявым практически, это называется синдром малдегессии, малядсорбции, да, и вот именно для этого нам нужно периодически очищать травами, биологически активными натуральными обогатителями, продуктами, специями, любыми чаями, морсами, сиропами, соками, свежевыжатыми, естественно, да, я никогда не употребляю, сейчас уже много лет не употребляла соки из магазинов, то есть, это просто история невероятная, что вы об этом скажете? для этого сок назвать на самом деле некорректно, потому что сок это вот есть плод, мы его отжали и получили сок, а то, что сокозаменитель, это сокозаменитель, по сути, это не, конечно, это не сок, тем более неживой, там уже и ферментов нет, там уже, так сказать, энергии нет, вот, а вот, что есть разные системы, есть очень интересные системы очистки, есть глубокие, которые ни в коем случае неподготовленным людям не стоит делать, типа система морица, которая очень хорошая на самом деле, но сначала надо обязательно избавиться от паразитов, пройти антипаразитарную комплексную программу, кстати, дорогие друзья, скажу вам для наших зрителей, что все-таки я, если мы говорим не только о взрослых формах тех или иных гельминтов, которые в кишечнике, которые, конечно, и листья черного ореха способна удалить, а когда и полынь, там, и пижма, и так далее, а я говорю о серьезной гельминтизации внутри тканевой, когда личинки в определенной стадии, кавиа, цисты, и вот есть средства, я про это подробно рассказываю, такое вещество хиномоноза, которое содержится в лисичках, гриб-лисичка, которое способно расщеплять даже молочки из гельминтов, прерывая циклы, это самое сильное на планете средство в этом смысле, и если совместить эту методику, она у меня подробно изложена в моем мини-инфопродукте номер 14, вот с этой системой питания, скажем, организма необходимыми комплексными веществами, а это совместимо абсолютно, то это будет просто изумительная, мощная и абсолютно полная антипроизитарная программа, плюс поддержка организма, вот эти самые сорбенты, то, которые позволяют на ночь, особенно если принимать типа белой глины, там, например, выводить яды, токсины ночью, фокус тот же, который содержит все вообще минералы, это друг другу не только не противоречит, а дополняет абсолютно, потому что это пища, это не химические, как некоторые боятся, люди думают, а не много ли всего, я скажу для таких людей, это то же самое, как вы много всего положили в салат, то есть это пища, это продукты питания, гиппократ говорил, что пища это лекарство, должна быть, конечно, а лекарство это пища, правильная пища. Да, это говорил еще гиппократ, то есть, да, на самом деле. И вот мне всегда хотелось, чтобы мы, когда с вами говорили об очищении, я, кстати, не могу найти, так вот в мире очень много соратников этому направлению, потому что кто-то только БАДы, кто-то только питание, кто-то только специи, кто-то только травы, кто-то только гомеопатия и людей вот с таким широким кругозором, как у вас, чтобы вы и питание и специи и травы и бады и еще так сказать более сильные какие-то вытяжки экстракты ну то есть какие-то формы да людей с таким ну как бы широким образованием очень мало потому что как правило у людей у врачей особенно узких специалистов у них узкое тоннельное мышление они упрутся в какое-то свое направление но ну к примеру там гомеопатию да и они как будто бы отрицают что ну вообще не существует ничего кроме гомеопатии кто-то уперся в иглорефлексотерапию там и вот говорит что вот иголками можно все 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 да кто-то уберся в бег например кто-то уперся в какое-то дополним физиолечение да и и отрицают глобальную систему питания то есть да вообще у нас творец ничего нам не передал кроме глобальной системы питания очищения и движения конечно это и есть питание вот во первых в природе давайте так скажем вот некто голодание правильно или нет это правильно это потому что сама природа предусмотрела в обязательном порядке полное и сильное доклеточный уровень очищения обновления ткани всех перезагрузка систем это когда это природой создана именно голодание но и тут я сразу скажу есть оговорка если есть в организме паразиты особенно такие как аписторхи допустим в печени которые едят клетки печени например они питаются то категорически один-два дня можно а вот длительный 21 день методики есть голода они разорвут печень практически они категорически нельзя и поэтому сначала комплексная глобальная методика очищения от паразитов следующий этап это месяц хотя бы питание организма всеми которые был дефицит минералов витаминов жирных кислот всего и когда уже будет реально и ощутимо внутренняя силы и внешней энергии полно прям прилив сил бодрость вот тогда можно проходить уже подготовившись правильно к этому и полный вот этой большой системой действительно лечебного голодания который там сколько человек существует столько и есть у нас есть программы которые с глиной которые с голоданием но я как бы как специалист как осторожный специалист как специалист который в принципе давал клятву гиппократа не навреди то есть это моя жизненная как бы установка да я если не знаю продукты если не работала с ним сама почему я не могу рекомендовать например на существует 3000 бадов в разных странах китайские так далее так далее но я не могу это рекомендовать потому что у меня нету личного конкретного персонального опыта этого применения да потому что сказать можно что угодно но за каждые свои слова надо отвечать то есть я могу работать только теми продуктами в качестве которых я уверена чтобы 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 они были не сильные чтобы они были чистые чтобы они были скажем так в минимальных дозировках чтобы они могли совмещаться с друг другом и поэтому вот я специально много лет разрабатывала эту программу мягкую то есть это всего там около там 250 что ли таблеток которые новый человек который только решил заняться своим здоровьем может употребить абсолютно безопасно для себя и поэтому мы всем кто я лично всем кто рекомендую кто хочет заняться своим здоровьем рекомендую начать со здоровья именно кишечника потому что в кишечнике как говорила марва аганян смерть идет из кишечника и китайцы это говорили что мы ложкой и вилкой копаем себе могилу и и китайцы еще говорили что наша смерть лежит на дне тарелки то есть я это впитала еще там тридцать лет назад когда только начинала работать врачом что нам придется когда-нибудь менять глобальную систему питания вводить специи вводить травы вводить биологически активные научно скажем так технологические продукты заключенные дозированы в капсулах гранулах там таблетках и так далее потому что очень грязная продукция вот я еще очень важный момент скажу вот животные даже еще домашние животные не говоря уже о диких вот кошки к примеру они еще чувствуют не потеряли в отличие от человека вот эту связь с природой когда городскую кошку вывозишь куда-то за город она сразу определенной травки прям бежит и не догонишь есть начинает грызть потому что она во первых чувствует дефицит многих тех во первых первую очередь минералов микроэлементов первую очередь которые с кормами теме которые продаются человек не мог ей поставить во вторую очередь те лекарственные вещества эфиры прочее она вот это все чувствует и она как доктор сама себе от природы получают эти знания напрямую и соответственно пользуется человек же изменив извратив природу научившись там варить жарить уже несколько столетий он ну это сказать про тысячи лет не будем говорить ну как минимум много столетий то человек просто утратил эти способности получил ответную реакцию от природы это болезни потому что конечно пищевареные дентурируют многие питательные и так сказать необходимые вещества многие витамины не являются термостойкими белки сворачиваются при температуре 70 градусов происходит полная необратимая дентурация белков есть такое в биологии понятие это когда первичная структура белка разрушается все и так далее и так далее поэтому вот некоторые люди говорят но вот перейдя там настроение есть какие-то проблемы дорогие друзья проблемы у мясоедов есть по-моему сотен миллионов мясоедов есть проблемы огромные проблемы как бы все потому что есть ошибки у всех людей независимо кто он по питанию и только человек который знает очень многое хороший аналитик и так далее может способен проанализировать понять эти ошибки и вот главная задача каждого человека в силу своих возможностей научиться понять свой организм и понять свои ошибки какие он сделал а не пенять на природу коль морда кривая извините ну как по пословице потому что ошибки мы люди делаем но не природа в природе есть четкие законы которые говорят и свести их в плане питания и передачи энергии вот к такой формуле что только одна клетка способна передать другой клетки в полном объеме энергию строительный материал если она живая это не мое мнение не ульги алексеевна никого то это очень не имеет значение это законы природы так происходят обменные биологические все процессы в природе и мы либо можем сопротивляться то есть долбиться головой об стенку до либо мы можем это просто понять и все остальное время на тронат надо направить на то чтобы понять а где же мы если мы нам что-то не повезло и мы неправильно какие-то ошибки сделали в чем мы их совершили и кстати вот вы сказали про энергию я еще хочу добавить про информацию конечно ведь мы через природу получаем не только энергия мы еще информацию получаем и кстати вот смотрите критерий вот например спирулина она зеленая да и если бы мы ее сварили если бы ее неправильно приготовили она потеряла бы этот хлорофилл когда мы сушим укроп он должен быть зеленый когда мы сушим петрушку она должна быть зеленой да когда мы берем люцерну таблетку хлореллу спирулину артишок они должны быть зелеными потому что только зелень вот эта природная зеленый экран служит качеством гарантии и так сказать натуральности потому что все что мы сварим не будет никогда зеленым она будет она изменит цвет она изменит форму она нарушит энергию и она нарушит информацию поэтому биологически активные добавки в некоторые некоторые делаю прямо такую сноску можно назвать сырыми продуктами те которые не изменили цвет не изменили структуру не изменили энергоинформационное наполнение безусловно это не все сто процентов не все но вот такие продукты как куркума или заферан корол артишок спирулина хлорелла люцерна они у нас в нативном виде и на меня это очень радует я за это очень горжусь а я сейчас очень хочу важную добавку как раз я сейчас при вот вы сказали о заферане а у меня как раз картинка открыта с этим слайдом я что хотел наших зрителей сказать я советую всем тем у кого не дай бог но если у кого-то есть тяжелые воспалительные процессы какие-то доброкачественные не дай бог злокачественные опухоли в общей методике лечения обязательно добавлять добавлять куркумут этот препарат заферан очень в этом плане разумен и хороший подойдет и будет только благотворно сказываться на общее общую методику лечить какую бы вы не просто куркума а там экстракт куркумы там сам куркумин который 40 раз более более доступно чем а именно сама куркума потому что кто-то запах не переносит кто-то вот маленькую глотнул и нет никаких проблем они поэтому дорогие друзья бывают такие исключения у меня спрашивают тоже как же я могу то лисичек насушить это его во первых это надо месяц подряд три раза в день принимать во вторых сушить их до 38 градусов потому что вещество кстати хиномоноза разрушается уже при 38 градусов поэтому до 38 и кстати препарат лисичка который у нас да мы его предлагаем нашим людям это это концентрированное вещество хиномоноза то же самое как аналог который ольга алексейна привела заферан что это концентрат действующего вещества что многократно увеличивает эффективность это наше время близится к концу чтобы нам формат часа уложиться как вам понравилась программа юрий андреевич да она прекрасная программа я хочу несколько вопросов задать как бы за зрителей знаю что они зададут первый вопрос это вот такой ольга алексейна скажите ну а так сказать нет ли ту это все натуральные продукты все что в комплект хоть нет и химических каких-то веществ синтезированных сделанных из нефтехимии как это много часто бывает и так далее значит смотрите 90 процентов этой программы натуральная но существуют витамины которые в натуральном виде у нас в бадах не встречаются встречается только в синтезированном это относится к витаминам группы b и например в 24 на 7 в композиции несколько таких витаминов есть b1 b6 значит b12 b3 b5 потому что кроме продуктов специалист по которым вы являетесь их они не встречаются ни в каких растениях вот в таком виде тогда сразу скажу дорогие друзья можете это тогда если не хотите если сочтете правильным их вытащить добавляйте просто в питание например спирулину только органическую а главное дикую это я это небо и земля как с лабораторной отличаются так вот у нас есть она при по чайной ложечке два раза в день во время еды в салаты допустим и вы получите всю группу b и разумеется ну кроме b12 естественно все включая b17 лайт рил против рака очень сильное вещество вот вегетарианцам я советую брать омега 360 потому что это три омега жирные кислоты как бы животного ряда рыбьего ряда да остальные все продукты они идут либо натуральные ну вот например каскара саграда эта трава коралл магнезия этот безглицинат и таурат магния очень так сказать хорошая форма значит коралл бурдок рут это сто процентов экстракт и порошок значит альфа альфа церна коралл лицетин это соевый лицетин вытяжка так сказать капсульная сразу вопрос я надеюсь и люди надеются это не генномодифицированное нет нет что вы ну нет боже сохрани в биологически активных добавках генномодифицированной сои они используются во-первых а во-вторых в коралл лицетине вообще белка нету генномодифицируется белок а это по сути дела выделенная экстракция холина и назитола на масле поэтому что здесь еще хорошо если человек ну сам не хочет какой-то продукт убирать он его просто отодвигает в сторону и дарит тому кто относится к этому поспокойнее вот тут очень большая демократия пожалуй общая система должна быть соблюдена поэтому мы сразу сказали бы 12 и вот то что касается заменить так то рыбий жир конечно можно заменить спокойно льняным маслом комбинации нескольких масел сегодня одно завтра кунжутное потом вы какое-то еще это разумеется абсолютно заменяем а потому что вы получите тот же те же омега-3 к тому же если вы ведете в рацион некоторые орехи или хотя бы авокадо вы тоже получите многие омега-3 кстати если вы хотите всю гамму жирных кислот получить то вместе с этими маслами ну я не в один день а вообще в рацион можно ввести кокосовое органическое сырое масло который содержит но там ну и изумительную комбинацию многих жирных кислот так кстати больше всего селена такого очень ценного элемента в кокосовом орехе на втором месте это орех бразильский а на третьем это уже чеснок если конечно почвы на которых они выращены содержат достаточное количество селена чтобы растение могло впитать и аккумулировать его себе ну и так значит я думаю так если появятся вопросы у нас их слушатели телезрителей то мы просто на них ответим уже в письменном виде вы мне можете все вопросы переслать и я на все вопросы отвечу что можете сами ответьте я думаю нам надо подходить к концу ольга александр знаете как мы сделаем она нам будет вот по во первых под первый ролик уже есть вопросы те которые ну что-то я ответил а что-то нужно ответить и которые будут приходить под этот ролик мы потом с вами давайте просто сделаем половину времени следующего видео посвятим ответа на вопросы потому что в ходе ответов будут рождаться какие-то интересные идеи методики это тоже очень хорошо я не против вот и у меня к вам большая просьба мне одна женщина написала вот такое письмо я вам прям сейчас зачитаю потому что я очень бы хотел чтобы вы ответили она пишет что ну вот она зарегистрировалась караун клубе все так сказать все хорошо вы говорили что можно к вам обратиться вот она пишется хочу спросить про препарат грифония можно ли его применять при беременности может посоветуете какие-то другие препараты вот к вам такой вопрос препарат грифония это экстракт семян грифонии он содержит 5 htp то есть 5 гидрокситриптофан причем в том виде в котором шаг до серотонина всего лишь один это очень хорошая безопасная абсолютно аминокислота обращаем это внимание это не тоник ничего и у нас от грифонии совершенно невероятные результаты просто увеличивается выработка серотонина кстати 95 процентов вырабатываются в кишечнике и резко улучшается настроение потому что рецепторы мозга обязательно должны получать серотонин это способ жизни это выживаемость это радость это уважение это защита это множество множество функций организма и так как кишечник беременных страдает очень сильно потому что ну там кровоснабжение нарушается то грифонию можно одну капсулку с утра никаких проблем никаких ограничений там минимальная доза 50 миллиграмм то есть это практически доза для маленького ребенка кстати даже детям можно после того как дети выпили капсулку грифонии они в садик бегут с удовольствием в припрыжку и уходить не хотят у них появляется желание общаться потрясающие результаты получаем вот я со своей стороны хочу сказать что дорогие друзья это натуральный продукт это очень интересная действительно трава и то что касается действительно аминокислот ну вот только алексеевна подробно сказал я не буду скажу я очень лично я рекомендую этот препарат это ну скажем этот этот продукт вот правильно искать этот продукт очень рекомендую и последний вопрос у этой же женщины она просит сказать а можно ли во время беременности ну корал артишок второй что она пишет daily delicious или high fight вот этот файбер со вкусом аса и черники папайю и белурон ну это я не советовала бы он очень сладковатый для беременности high файбер это идеальный вариант просто растворимая нерастворимая клетчатка daily delicious это скажем так это коктейль в котором есть часть молочных белков если она сыроедка я бы не рекомендовала там есть молочные гороховые сывороточные да ей лучше бы какой нибудь другой продукт например противити чисто растительный белок да или спирулина или хлорелла может быть да сто процентов можно грифонию но у нас есть новый продукт у нас есть потрясающий продукт магнебр значит пренаталь пренаталь то есть там именно магний и витамины группы b разрешенные беременным то есть высочайший стандарт качества немецкий просто потрясающий продукт пусть она на него в каталоге обратить внимание но я рекомендую спирулину всегда я очень люблю спирулину конечно конечно женщина пишет что я уже принимаю фукус но это великолепно это это все микроэлементы в хилатный форма вообще все какие в природе в лучшем составе как плазмы крови человека по составу конечно сок пророска пшеницы естественно это уникальная вещь вот она принимает коралл и кальций она принимает пишет правильно ну вот артишок я не могу артишок пожалуйста с расторопшей пожалуйста никаких проблем конечно папаю можно безусловно папаю можно безусловно вот одну беларун Пока не надо. Не надо. Белурон не надо. Пока не надо. Итак, давайте с вами заканчивать. Я очень рада была с вами встретиться. Очень рада. Вот разговор с вами, он вселяет в меня вот просто такую энергию и надежду, что есть люди, которые разбираются в питании. Потому что для меня мнение многих диетологов, которые работают в нашем российском пространстве, ну, совершенно, мне не нравится. То есть люди не знают то, о чем говорят, и поэтому я очень уважаю ваше мнение и стараюсь соблюдать ваши рецепты, ваши пожелания. Не всегда получается, сразу скажу, но, тем не менее, мы уже на этом пути. Понимаете, какая ситуация? По дороге можно идти, иногда сворачивая в сторону, но главное в целом вектор направления. Конечно. Поэтому я вас благодарю за сегодняшний эфир. Мы вам отошлем презентацию, каждый человек сможет, каждый продукт рассмотреть отдельно, и я надеюсь, что если появятся вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Ну, а я в завершении хочу сказать, во-первых, Ольга Алексеевна, вам благодарность за то, что вы время тоже нашли. Мы это все-таки продлеваем, как обещали нашим зрителям, будем продолжать серию этих выступлений. Уверен, что в каждом из них, зрители, каждый человек для себя что-то донайдет ценное, а порой даже малая часть какой-то очень важной информации, что человек все-таки сможет применить и получит результат. Это очень важно. Люди в этом убедятся, конечно же, сами, ну, а мы обязательно будем продолжать сами. Я рад, что вы тоже нашли время, и вас за это благодарю. И за то, что вы так подробно объяснили действительно те вопросы по препаратам, по вот этим продуктам питания, которые мы называем по-другому БАДами, которые действительно ценны и полезны. То, что сделали акценты на том, что для вегетарианцев, веганных сыроедов не стоит, мы сказали, чем можно заменить. Ведь это никак не отразится только в лучшую сторону на методике, как бы, очищения, лечения вот этими продуктами, этими препаратами. Вот. Кроме вас, никто так подробно не знает эту информацию, и поэтому я вот и наши зрители уверен, это очень ценим. Ну, и что ж, я надеюсь, что в ближайшее время мы с вами обязательно еще увидимся, наши зрители. Через недельку. Давайте. До свидания. Удачи всем и здорового кишечника. Всего самого лучшего. До свидания. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok